Привет, мои любимые. Смотрите, какая единорожка. Люди заходят, двери закрываются, и мы едем в Келенджик. Кафе курортное. Пока магнит. Пока машинки. Пока. Солнышко, выходи. Вон солнышко выходит. Целый день пасмурно. Сейчас солнышко выходит, когда я вызвала. Привет. Поехали. Тут чувак, он с машины продает клубнику. Она мелкая, вот такая пахучая. Он говорит, это со своей... Я у него спрашивала. Он говорит, это со своей этой... Как она называется? Теплица. Вот. На, 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 на. Мне уже многие в контакт с вас пишут. Ирочка, на каком пляже вы плаваете? Типноморск. А я не знаю, тут другие пляжи есть. По-моему, я думала, тут одна вот эта улица Ленина, и по ней прямо идешь к пляжу. Есть еще какие-то, если знаете, напишите мне. Вот. И разные вопросы все задают. Как там, чего? Что, сколько стоит? Что? За сколько можно отдохнуть в месяц? За сколько можно отдохнуть в неделю? За 10 дней? За полмесяца? И так далее. Много-много-много вопросов задают. Вот. Ну, не знаю. Вот. Каждому свое. Кому-то интересен. Такой отдых. А кто-то может и в частном секторе пожить. Тут, оказывается, есть частный сектор. Я раньше думала, что тут одни этих отелей. Нет. Тут очень много частного сектора. Хотя он подальше от моря, чем отели и всевозможные гостевые дома. Ну, если брать цену на семью. Не знаю. У меня вот соседка. Там, где мы сейчас снимаем для рабочих. Она сказала, что они за 500 снимают номер. И они там живут втроем. Я вас познакомила с этой девочкой. Викой сегодня. Они живут мама, папа и эта девочка. 9 лет ей. И вот платят 500 рублей за сутки. Получается, у них 15 тысяч. Вот. Но она говорит, что мы заплатили вперед за сезон. 50 или сколько-то она мне сказала. В общем, за все время, что они будут 4 месяца с ней сработать и жить. И получилось еще дешевле. Понимаете? Вот. Многие так делают. Потому что, если они будут приезжать и платить за одни сутки, то это будет уже совершенно другая цена. Может быть, будет 1000 рублей в сутки. А так у них получилось дешевле даже, чем 500 рублей. Если посчитать, 4 месяца. За 4 месяца 50 тысяч, то это получается. Ну, короче, надо посчитать. Я не этот... Калькулятор. Я не считал. Вот. Еду я посмотрела. Вот все. Цены. Уже так немножечко ориентируюсь. Вы знаете, вот серьезно дороже. Многое дороже, чем в Санкт-Петербурге. Хотя Санкт-Петербург это столица. Но я живу там в центре. И все равно дешевле. И в продуктовых магазинах. И вот вещи всевозможные. Здесь идет накрутка. То, что я там могу купить за 200 рублей какое-то летнее платится. Здесь она уже 700. Там или 600. Ну, это минимум, я говорю. Потому что платятся те, которые здесь я видела, которые немножко мне нравятся. Стоят там от 2 тысяч. А в Питере такое же я могу найти за 500 рублей. Понимаете? Ну, когда знаешь магазины или едешь в огромные какие-то гипермаркеты, и там качественное, неплохое можно найти гораздо дешевле. Так что, мои любимые, сюда нужно ехать отдыхать и покупать самое необходимое. Вот, как я считаю, например, то же средство от обгорания, например, не стоит с собой тащить. Здесь на каждом углу продают. Или те же очки какие-то, или еще что-то. Хотя очки тоже, вот знаете, некоторые берут, им нравится форма или что-то. А какие-то там дешевые, там 5-10 очков возьмут. А они не защищают от солнца. Для меня, например, лучше взять очки. Ну, я имею в виду, которые эти солнцезащитные. Для меня лучше взять, которые там с фильтрами, которые защищают глазки, через которые можно смотреть на солнце. Потому что здесь солнышко совершенно другое, не такое, как у нас. И вот мы вроде бы каждый год это все делаем и ездим, и так далее, и так далее. Ну, вот такое чувство, что все уже, что было в том году, забыли. А сегодня, в сегодняшнем моменте, снова как маленькие дети, ничего не помним, что было. Такой единорожек над нами висит. Это очень хороший знак. Очень хороший знак единорожек. И он даже с крылышками, видите? И с этим, с рожком. Хорошенький. Так что все у нас получится. А мы решили сгонять Геленджик. Что-то мы лежали. Так, походили на море, сходили в столовую. И так и так прогулялись. А потом, что-то я говорю, поехали в Геленджик сгоняем. Юлька говорит, да не надо, давай завтра утром. Я говорю, нет, сейчас хочу. И мы сразу вышли, сели на автобусик и уже, вот, едем. Уже выехали из Гипноморского. Еще 10 минут, и мы уже в Геленджике. Очень удобно. Мне кажется, даже можно работать. Переложить и ездить отсюда на автобусик, вот, пять минут. Это прям. Хотя, за 10 и 250 рублей, если каждый день, в месяц походит, за 30 дней. Ну, что, нормально. У меня в Петере, например, на работу, когда я езжу, у меня уходит 2 500 в месяц. Если я на метро езжу, хотя 750, 750. Это 1500, 500. В Петере 2 500 уходит. У меня на дорогу. А здесь, получается, полторы лет. Если в Геленджике работать. Но мне, например, не хочется каждый день, вот, ехать так в автобусе на работу. А когда будет сезон, люди будут ездить с того же Геленджика в Генноморское. Потому что в Геленджике очень грязное море. И какая-то вода там стоячая. Я не знаю, как объяснить. А здесь очень классное море. Очень чистая вода. И как будто действительно открытое море, а не бухта. Понимаете? Совершенно другое чувство. Другой кайф. От моря, от водички. Смотрите, какие там облака в горах. Красотища вообще. Просто сказка. Солнышко, выходи. Солнышко, выходи. 107. Все, уже послезавтра. Начинается сезон. Мои любимые первые. Июня будет два дня. Весны осталось. Сердечко вижу в облаках. Два дня. И наступит прекрасное лето. Последние денечки весны. Как тут все гор цветут. Такой запах просто прекрасный. Смотрите, какая красота. Природа прям вся расцвела. Я вот раньше не видела такого. Я и в Крыму была. Много где была. Такой вот красоты, что вот такое буйство. Прям красок, природой. Я нигде не видела. Мне многие пишут. Мне вот пишут, например, подруга моя из контакта, Галина. Говорит, Ириш, я не выдержала. У нее мамочка, ну мама взрослая. Не знаю, сколько маме лет. Больше 80. И Галя говорит, что я не могу маму оставить. И там все. Говорит, ну я твои видео посмотрела. Такая красотища. И я не выдержала. Купила. Билет. Запрыгнула в поезд. Мамочку оставила с братом. И с детками со своими. С дочкой. И там еще с кем-то. Говорит, и все. Я уже в поезде еду. Представляете? Это я так на людей действую. И мне так не она одна сказала, что благодаря... Короче, что я надразнила их. И благодаря моим видео. Они уже все едут на море. Многие. Дорогу строят. Но смотрите, что грязь тут за несколько дней. Это все сделают. Там вон уже асфальт положили. Хотя не было этого всего дня два назад буквально. Дорогу расширили. Мостик новый сделали. Так что тут это очень-очень-очень быстро делается. Расширяют. Потому что очень большой наплыв. И воздух, и вода. Горе классное. И все такое обалденное. Я не знаю, как я в прошлом году сидела в этом... ...накаленном солнцем в Петербурге. Раскаленном. Вон там собачки идут. Дорогу переходят. Нервно. Немедленно. Инь-янь. Одна светлая, другая темная. Собачки. Вон они. Вот так вот. Смертьяки Егор. Прекрасный шейф. Все. Уже почти приехали. Вон он, наделен шейф. Хотя я снимаю только. Копичка мне написала. А снимаю только 10 минут. 11 уже. Почти. Вон солнышко выходит. Солнышко, давай, выходи. А, хорошо. Мы уже приехали. 20 минут буквально. Вон он, наделен шейф, видите? Здесь, как на ладони. Красотища. Что такое 25 рублей? Хотя мы вчера в горы ездили, когда вообще 10 рублей проезд на человека. Что такое 25 рублей съездить, например, на ту же ярмарку раз в неделю, например. Если живешь в Дубноморском и работаешь в Англии, или просто отдыхаешь. Как в каком-то провинциальном городочке. Вообще недорого проезд. И все автобусы идут. Там раньше думали, что только 31, по-моему, и 117. А оказывается, все идут в Герлинджик и назад. Все чистенько тут, все классно. Мне, например, очень нравится в Герлинджике. Вон там морюшко видно уже. Красотища. И школы, и детские сады здесь. Все-все-все. Очень инфраструктура разбитая. Не знаю, я вот, наверное, здесь жила бы. Мне здесь больше нравится, например, чем в Краснодаре. Я имею в виду из южных городов. Хотя мне и многие другие нравятся. Мне и Севастополь чем-то нравится, но он как-то более советский. Хотя я много лет там уже не была. Может быть, я сейчас поеду, и там все по-другому. И Симферополь чем-то нравится. Хотя там тоже какие-то есть не мои районы, а какие-то очень-очень мои. Одессу очень люблю. Но она вообще чем-то неповторимая. Жемчужина в море. Очень классно. Ну ладно, мои любимые. Все, мы уже почти приехали. Вот сейчас будем ходить. Показала вам поездку, поболтала с вами. Очень-очень люблю вас, мои хорошие. Пока-пока. Тут даже камера есть. Как и у меня в телефоне. Так что все мы под колбаком. Субтитры сделал DimaTorzok